Как сделать так, чтобы человек начал заботиться о природе? Человек бережет то, что ему важно. Ну и логистический тупик. Но нигде в стране такого нет. Я думаю, у нас не очень получится. Больше людей... Они не будут выберечь. Для того, чтобы продвигать экологию, нужно самому ее практиковать. Как мы дальше будем вместе его развивать? Сегодня я хочу обсудить, наверное, самую главную для Камчатки тему, которая нас отличает, тему экологии. Сохранение природы, формирование экологического мышления и заботе о том богатстве, которое нас окружает. Я очень рад сегодняшнего гостя приветствовать. Сергей Борисович Самойленко. Добрый день. Сергей Борисович известный очень на Камчатке человек и в разных апостасях, но мне самое ценное – это та искренняя любовь и глубокие познания об окружающей природе, которые Сергей Борисович отличают. Сейчас мы разрабатываем стратегию социально-экономического развития Камчатского края. И я принял решение о том, что главной ее отличительной чертой будет ориентация на экологию. Экология должна стать не просто разделом в этой стратегии, она должна стать той красной нитью, которая сошьет отдельные направления для главной задачи, сохранить ту природу, которая нас окружает, раскрыть ее для жителей Камчатки и для приезжающих и рассказать про нее максимальному количеству людей. Но я сам для себя формулирую главную задачу Камчатского края как формирование экологического мышления в масштабах глобальных, в масштабах мира. Потому что это звучит просто, а на самом деле самое сложное упражнение – поменять то, как мы с вами думаем. Сергей Борисович, я хотел в связи с этим первый вопрос задать. По вашему опыту, вы много общаетесь и с молодежью, и с взрослыми людьми, с теми, кто приезжает, с жителями Камчатки. Как сделать так, чтобы человек поменял свое мышление, начал заботиться о природе не на словах и не в заявлениях, а каждый день и каждую минуту своей жизни? Вопрос, скорее, даже психологический. Если мы посмотрим на то, что мы сейчас знаем о человеке, о его психике, о том, как она работает, то становится понятно, что человек бережет то, что ему важно. Важно по-настоящему то, что является частью его жизни, то, что его трогает. И этого невозможно добиться просто ругая за плохое поведение или увещевая, что вот через 2-3 поколения будет что-то такое нехорошее. Нужно сделать так, чтобы, когда ребенок идет в школу, он понимал, зачем он идет. Когда человек идет на работу, он понимал, зачем он туда идет. Также и с охранной природой или с экологическим подходом надо понимать, зачем нам беречь природу. А зачем нам это? А для этого надо найти способы, чтобы это занятие становилось выгодным. Выгодным не в чисто экономическом смысле, а выгодным и в психологическом, и в культурном, и в экономическом, и в социальном. И поэтому мы можем на такую идею замахнуться, как прошить экологией всю стратегию края. Вы знаете, я честно признаюсь, что я на Камчатке очень противоречивое ощущение по этому поводу испытываю. Я год живу в Петропавловске. И с одной стороны, я вижу, что люди искренне любят и восхищаются своей природой. С другой стороны, я вам честно скажу, я, наверное, нигде в России не видел такого количества загрязнений, даже бытового. Ну, вот как символ, это шины, которыми завалены наши мусорные баки. Но нигде в стране такого нет. И здесь вот у меня, я согласен с вашим описанием, но я для себя отвечаю, что, чтобы учить мышлению, можно только с одного начинать – самому меняться. И пока человек сам не начинает пропагандировать в действии какой-то подход, никогда ребенка нельзя научить. Но точно так же ведь справедливый к экологическому мышлению. Если мы хотим учить весь мир, то, наверное, нам нужно начать с себя. И вот здесь может быть к вам вопрос, а что, на ваш взгляд, больше всего нам не хватает на Камчатке, чтобы мы могли реализовать вот эту возможность и миссию полуострова? Экологичности в повседневности. То есть, чтобы у нас экологичность была каждый день, начиная от того, как мы выбрасываем мусор, а еще лучше, начиная с того, что мы покупаем. И глядя на то, сколько мусора в том товаре, который мы покупаем, уже заложено в виде упаковки, в виде каких-то еще сопутствующих аксессуаров, пока мы не сможем объяснить самим себе и жителям, что с ними будет дальше, какая выгода, как вернется это непосредственно человеку, кроме чистого города. Чистый город – это результат, который получится после того, как шина вернется товаром и станет источником дохода для какого-то другого агента. То же самое с любой упаковкой. Вот до тех пор мы сможем реагировать только как учителя, ругающие нерадивого ученика, но двойкой не заставить ученика учиться. Есть ведь мнение, я, по крайней мере, неоднократно услышал, что и такие проблемы, специфические Камчатки, как столкновение с дикими животными, тоже во многом мусором обусловлены. Вообще, есть ли на Камчатке какая-то уникальная особенность, связанная с мусором, или мы просто один из рядовых субъектов и можем реализовать те же подходы, что и в центральной части России или в Сибири? Мы логистический тупик. По крайней мере, пока Севморпутин не наладил серьезное кровообращение, мы тупик, в который приезжает ресурс и обратно уже не возвращается. Вывести отсюда мусор чуть ли не дороже, чем просто закопать его под землю. И поэтому, если мы можем выстроить экосистемы внутри центральной части России, когда один регион производит мусор, который может стать ресурсом для другого региона, самые разные. Это и пластик, это и отходы крупных производств. То есть здесь у нас, что бы мы ни произвели, она остается с нами. Если мы привезли, опять же вспоминая вариант закапывания в землю, привезли удобрения для того, чтобы удобрить почву, но надо их где-то складировать, или пестициды, чтобы оградить наши посевы от вредителей, их надо где-то утилизировать. В конце концов, мы все время, получается, что мы в домой приносим очень опасные пакеты с очень опасными вещами. Причем приносим, точно понимая, что из дома мы их обратно не вынесем. Мы начали сейчас работать с этой темой. По крайней мере, Козельский полигон ядохимикатов, который, наверное, больше всего на слуху принципиальное решение есть, о том, что он как раз будет вывезен обратно на материк, на специализированный полигон, который приспособлен к переработке тех ядовитых веществ, которые есть. Но это ведь только один из проявлений. А вообще есть оценка, сколько таких объектов потенциального экологического вреда? Или просто, пользуясь вашей метафорой, принесенного на Камчатку и оставленного здесь земли еще есть, и нам предстоит с этим сталкиваться в будущем? Нам предстоит не только сталкиваться, нам предстоит еще эту оценку провести. Как ни странно, но в последние десятилетия мы очень аккуратно посчитали вместе с Министерством чрезвычайных ситуаций, какие у нас есть опасности. И они все касаются в основном горюче-смалочных материалов, больших цистерн с мазутом или хладагентов. Но вот такие полигоны, как Козельский, туда не попали, поскольку некоторые относились к другой стране, к другим хозяйствующим субъектам. Некоторые относятся к военному ведомству. Но, с другой стороны, налаживать диалог и вести такой мониторинг, и просто перечислить, и просто понять самим, это совершенно необходимо. Поэтому эко-мониторинг, хотя это такая базовая, нулевая вещь, которая нужна для любого региона, он сейчас у нас стоит в приоритете. А есть здесь место действию рядовому человеку? Не специалисту, не экологу, не химику, а просто жителю Петропавловска-Камчатского или его окрестностей? Есть, но своеобразное. Мы сейчас живем в мире, в котором невозможно спрятать не то, что шиловые мешки, а у нас сейчас все стало прозрачным. Другое дело, что, если вы увидите, как проезжает наш багаж в камере в аэропорту, там все видно, но абсолютно непонятно для неспециалиста. Опытный человек, специалист, мгновенно вычленяет, что это у нас варенье, а это у нас бомба, или еще что-нибудь. А для нас это какая-то вот пестрота. Вот мы, глядя на окружение города, фотографируя, делясь, обсуждая, пока рисуем вот такую пеструю, удивительную картинку, в которой много-много всего, в том числе и страшного. Особенно такие есть черные квадраты, военные какие-то полигоны, которые, конечно, будут людей пугать. И раз туда не пускают, то наверняка же там что-то есть, но это исключительно психологический момент. Поэтому они могут помочь, наши обыкновенные граждане, тем, что они будут все-таки обсуждать это, но нам нужно помочь им обсуждать это правильно. Создавать площадки для обсуждений. Это могут быть сейчас в виртуальном пространстве. Это даже не обязательно выделять под это дело организацию или здание. И так, чтобы вот на этой площадке они могли, люди могли общаться с экспертом, я точно знаю, что они готовы к обсуждению. Мне тоже кажется, что очень большое, на самом деле, поле для работы всем нам. И я со своей стороны вот в ваше предложение хотел добавить, что мне кажется, очень важно, чтобы мы все каждый день учились немного делать вклад в защиту окружающей среды, наблюдая за тем, что происходит, сообщая о тревожных событиях, потому что ведь та же осенняя история началась с сообщения серферов, а не ученых и не специалистов по ликвидации чрезвычайных ситуаций. И вот эта ответственная позиция в отношении природы, мне кажется, она очень будет полезна и психологически тоже. И здесь я хотел перейти к тому элементу природы, который окружает нас каждый день, который мы видим. Каждый день, за исключением пасмурной погоды, это вулканы. То, чем мы гордимся, то, что составляет основу наследия ЮНЕСКО всемирного, так и называется, вулканы Камчатки. И здесь я такой, немножко, может быть, парадоксальный вопрос хотел задать. А зачем вообще вулканы защищать? Они ведь такие могучие, что не только способны себя защитить, но еще и, в кавычках, напасть на кого-то еще. Это не медведь и не краснокнижные растения. Вот в чем смысл вообще создания природных парков вокруг вулканов? От чего вулканы нужно защищать? И как, на ваш взгляд, сейчас здесь, на Камчатке, нам эту работу нужно строить? Ну, как вулканолог, я тоже могу присоединиться к этому мнению. Вулканы в защите не нуждаются. Сами вулканы не нуждаются. Это результат большого глубокого процесса, который, ну, в общем, влияет на всю планету в целом. Основной такой туристический уникальный продукт Камчатки это невозобновляемый ресурс нетронутости ландшафтов, естественных ландшафтов, которые у нас, ну, волею судеб вот здесь образовались. И покуда они приносят выгоду тем, кто показывает, тем, кто на этом зарабатывает, это жизнь многих людей, они превращаются в ценность. Поэтому получается, что защищаем мы, в первую очередь, не природу от человека. Природа легко от нас забудет. А защищаем мы свой ресурс, ценность, которую мы сами вкладываем туда, от самих себя. Когда я слышу, что один туроператор жалуется на то, что другие приехали на его место, а он продавал дикую природу, где никого нет. И вот он привозит своих гостей, и там толпа. Это вызывает фрустрацию как у туроператора, так и у толпы. А если они еще и на мусоре, а если они еще и бесконтрольно, и не видят границы, где человеческий мир, а где природный мир, то это действительно превращается уже в стихийное, неуправляемое разрушение нашего основного ресурса. Поэтому здесь не нужно подменять понятие. Мы защищаем не природу. Мы защищаем возможность жить в этой природе. А можно найти решение все-таки из этого парадоксальной формулировки, чтобы мы больше людей могли привозить на природу, оставляя ее нетронутой? Ну или, по крайней мере, оставляя ее достаточно красивой, достаточно дикой и достаточно привлекательной? Ну тут сразу намечается один путь накрыть все колпаком, сделать одну большую особо охраняемую территорию. И никого не пускать? И никого не пускать. Но уже понятно, и в том числе руководителям наших особо охраняемых территорий, что этот путь далеко не приведет. Он очевиден, но он плох тем, что люди, не зная, что защищают, защищать не будут. Если их не пускать в эту золотую клетку, в этот черный ящик, они не будут его беречь. Но главное, для кого беречь? Для кого, да. То есть таким образом, у нас получается опять вопрос, самый главный смысл, зачем все это. Поэтому надо пускать, чтобы популяризировать, чтобы это стало ценностью. Но тут, мне кажется, основной упор, который мы можем сделать, целью является регуляция, а средством является создание инфраструктуры. То есть цель — это сделать так, чтобы мы могли каким-то образом регулировать поток людей, регулировать поток мусора, регулировать опасность пребывания людей там, контролировать или, по крайней мере, быть готовыми помочь. А для этого просто лесная дорога, по которой кто смог, кто добрался, или просто тропа, про которую узнал и провел, или просто место, на которое можно добраться только вертолетом. И если ты добрался, то молодец. А если нет, то так тебе и надо, не годится. То есть вот Камчатка, как она есть, к сожалению, неустойчива. Наплыв неизбежен людей. Если мы точно знаем, что поток будет, нам необходимо этот поток централизовать через инфраструктуру, через хорошие дороги, через внятные визит-центры, через аккуратно обозначенные границы тех территорий, которые мы считаем ценными. Вот сейчас много очень обсуждается. Проект «Три вулкана» достаточно такой масштабный. Я могу сказать, что с точки зрения экономики, с точки зрения создания рабочих мест, он, конечно, огромный вклад создаст. И многие тысячи, на самом деле, с учетом мультипликатора жителей Камчатки получат возможность достойную заработную плату получать и заниматься любимым делом. Рассказывать о природе на природе. Но я хотел вашу оценку узнать именно экологических эффектов, как вы оцениваете возможные. И, может быть, условий, которые, на ваш взгляд, вот сейчас на старте проекта нам нужно заложить, чтобы положительный эффект был максимальным, а риски для природы мы сократили до нуля. Проект действительно важный. И к тому, что вы сказали, чтобы люди занимались любимым делом и смогли достойно получать еще и в красивом месте. И если мы сможем нашим детям показывать, что Камчатка может быть красивой не только без людей, но и с людьми, то мы решим еще одну очень важную такую задачу экологического мышления, чтобы действительно это было в гармонии. И тут, ну, мне кажется, все в наших руках. Да, это большая корпорация, да, это пришли вроде как такие какие-то колоссальные деньги, но все равно это люди. Люди готовы идти на диалог, мы это точно знаем. И люди готовы делать так, чтобы о них потом вспоминали, что называется, с благодарностью, а не перечисляли их ошибки. И это действительно процесс наш совместный. Экологическое сообщество Камчатки не должно воспринимать их как врагов, а должно идти на диалог. И я точно знаю, что этот диалог можно выстроить. Главное, слушать обе стороны. Вот я очень согласен с диалогом. И даже более того, я опять повторю ту же самую мысль, что и про мусор говорил, что мне кажется очень важно, чтобы мы и туристическое сообщество, и экологическое сообщество не воспринимали этот проект как чужой. Что вот пришел кто-то на нашей территории, что-то сделал. И спросив. Да. Нам нужно активную позицию занимать и включаться в него. И я могу точно сказать, что со стороны правительства мы такую линию проводим. Не всегда, тоже я могу сказать, готовность сообщества туристического есть к активному диалогу, но мы будем ее наращивать. И здесь я хотел к такому, к смежному проекту перейти, который тоже направлен на вовлечение максимально людей в защиту природы, в туризм на природе отчасти. Это школа защитников природы, потому что там разные условно классы есть. Есть классы инспекторов, классы гидов, классы волонтеров, вообще людей, которые просто любят бывать на природе и хотят совмещать полезное с благородным и приятным. Вот несколько слов про школу, как уже у нас несколько выпусков состоялось. На первых сменах мы встречались в основном с нашими жителями, которые хотят не просто защищать природу, но понимать, что с ней происходит. И мы учили их не просто, как правильно юридически действовать, но и, опять же, почему они имеют на это право и, главное, зачем они это делают, чтобы потом, став волонтерами или став сотрудниками парка или заповедника, они могли стать настоящей, ну, я бы сказал так, боевой единицей, но не в смысле войны с людьми, а в смысле ведения вот этой очень важной просветительской работы. Мы учили не только инспекторов быть гидами, но и гидов быть инспекторами. Вот это вот взаимное проникание знаний того, как надо и зачем так, вот оно только позволяет по-настоящему объяснить туристу, который пришел, и его ведет какой-то рейнджер, почему так. Оказывается, что мало не бывает, и надо научить рассказывать о своей работе профессионалов так, чтобы эта работа стала понятной, и научить непрофессионалов вот этим азам профессиональной работы, чтобы они могли ее выполнить уже без инфраструктуры, то есть, чтобы человек, встретив какого-то нарушителя в лесу, на джипе, заехавшего в тундру, мог грамотно, обстоятельно, и не просто в виде конфликта, а в виде конструктива дать понять человеку, что не так-то. Даже если нету двустволки у этого человека. Конечно, потому что главное объяснить, что не так-то, что в этом джипе не того, вот в этом месте. А это, к сожалению, не просто один аспект, это много-много-много, вот этого мы и учим. Но, опять же, сейчас завершилась в субботу вот эта смена, были представлены проекты, среди них есть совершенно замечательный, милый проект, мне очень понравился. Девушка, я, кстати, сейчас не скажу откуда, из какого города, но она готова приехать на Камчатку для того, чтобы рассказать о очень важной концепции. Поменять отношение к мусору. Мусор — это что-то грязное, это нечистота, это то, что нужно, от чего нужно избавиться, неважно как. Лучше поскорее и забыть. Это наше общее ощущение. Она хочет в белом платье, как образ такого светлого, яркого, чистого, стоять у контейнера с раздельным мусором на вход на тропу, ну, например, Голубые озера или Новочкожец, и не просто стоять там, как истукан, объяснять и рассказывать, и помогать этот мусор собирать, создавая положительный образ и неся главную идею, мусора не существует. То, что мы называем мусором, это ресурс, ресурс для преработки, ресурс для, возможно, создания почв. И если мы сможем сдвинуть вот это отношение, то выбрасывание мусора в форточку, по которому мы чаще всего, к сожалению, ругаем наших жителей, оно тоже будет уходить, поскольку мусор — это то, что очень важно и интересно принести туда, где из этого получится что-то полезное мне. Мне при этом в школе защитников природы, конечно, очень важно, чтобы не только такие прекрасные лидеры, как описанные вами участницы, я тоже хорошо помню ее проект, но чтобы наши жители Камчатки максимально просто и в максимальном количестве смогли поучиться, чтобы огромное количество людей, которые на Камчатке любят проводить активные выходные на природе, каждый становились, ну вот в той терминологии, которую вы используете, бойцом, защитником или просветителем, проводником на природе. И имея определенный мандат, психологически переходили из человека-пользователя в человека-творца и человека-конструктора определенного продукта. Я здесь хотел другой проект вспомнить, который был на одной из первых смен. Его предложили несколько жителей Усть-Большеретского района, которые в районе Озерновской живут и хотят тоже новые подходы к работе с мусором в этой части реализовать. Я знаю, что вы специальную стратегическую сессию проводили тоже по этому вопросу. Даже по меркам Камчатки район уникальный, потому что он еще более изолированный. Это как бы остров внутри полуострова нашего. Получится нам на практике реализовать вот этот красивый заход по пилоту, по примеру образцового обращения с мусором в таком отдаленном и непростом с точки зрения развития инфраструктуры районе Камчатского края, как Усть-Большеретский район? Если просто поставить такую задачку и поставить там мусороперерабатывающий завод, то нет, то не получится. Поскольку такие изолированные отдельные атомарные районы, а у нас вся Камчатка такая, вот кроме кластера вокруг Петропавловска, ну может быть Мельковского района, который связан хорошей сейчас с дорогой с этим кластером, все остальные районы изолированы. Надо, чтобы был продукт нужный либо на месте, либо еще кому-то. без экономического продолжения сортировки, переработки мусора эта затея превращается в налог, превращается в гирю на ноге у предпринимателя, у жителя, и он будет всячески избегать этого налога, потому что он не нужен, он ему лично не нужен. Поэтому мне кажется, что лучше, что мы можем сделать в таких ситуациях, там отдельный вот здесь этот поселок, ну, этот кластер Запорожье, Озерная и Озерновский и по Ужетку рассматривать вне контекста туристического потока, то они производят мусор не больше, чем любой другой поселочек. И поэтому там отдельно делать что-то с мусором, ну, нужно только понимая, что медведь не приходил, это очень важно для Камчатки, любая свалка это привлечение мусора, но опять получается, что бы не, сделать из этого продукта очень трудно. Но если мы туда направим туристический поток, а такие планы есть, а такие планы есть, и потом с этого потока мы сможем этот мусор централизованно собирать, а это уже гораздо проще, поскольку люди туда попадают не просто приходя из лесу, а они имеют очень четкие каналы, и мы очень четко знаем сколько их, и мы даже понимаем, какую структуру мусора они с собой производят, или привозят, или производят, то вот из этого большого потока уже можно производить, ну, например, какие-то вещи, если бы так вот сходу делать, там есть рыбоперерабатывающие заводы, для них нужны пластиковые боксы, контейнеры, которые привозятся, покупаются, а потом, приходя в негодность, утилизируются. Их можно на мощностях тех перерабатывающих предприятий, которые есть на Камчатке, производить свежие, перерабатывать из лома, свежие делать из полиэтиленовых, условно говоря, отходов новые какие-то емкости, и уже одно предприятие получило ресурс. Возможно, это в таком малом масштабе идет, потому что все равно, даже если мы просуммируем жителей этого куста, который постоянно проживает, туристов, там поток где-то 7-8 тысяч сейчас по году, ну, добьемся мы увеличения, ну, 15 тысяч будет. А там, возможно ли в таком все равно небольшом замкнутом сообществе сделать, как вы правильно говорите, экономически целесообразную переработку мусора и повторную утилизацию? Это то, с чем мы сейчас работаем, примитительно вообще ко всей Камчатке. У нас на Камчатке почти любая деятельность стоит на грани рентабельности из-за того, что у нас мало... Из-за малых чисел, малого объекта. Да. Мы видим такой выход. Когда у нас на... Ну, я сейчас предъеду некоторую аллегорию, потом попробую ее перевести на экономический язык. Когда у нас на голом камне, на только что появившемся лавом потоке поселяются первые колонии лишайников, они решают ровно такую же задачку. Так мало ресурса, что одному организму почти с этим не справятся. И они начинают выстраивать целую сеть из самых разнообразных экосистем, каждый из которых черпает мало и передает другой. У нас получается то, что, ну, в общем, мы знаем, как нано-бизнесы, мелкие бизнесы, микро-бизнесы, даже не малое предпринимательство, поскольку обороты у них действительно очень небольшие. И только в сети, только взаимосвязанное, они эти обороты начинают пропускать неоднократно сквозь себя. Поэтому, если мы сможем не просто поставить эту задачку или не просто поставить одно большое предприятие, это точно не выгорит, не получится. А если удастся создать условия, в которых вот это малое предпринимательство, именно заточенное на экологический бизнес, на вторичную переработку, на сортировку с последующей переработкой, тогда появятся вот эти вот центры активности, каждый из которых в изоляции работать не может, но, соединяя их в центр, мы имеем шанс действительно получить работоспособную систему. Я хочу, ну, тоже сказать, что, на мой взгляд, вообще, эта зона Камчатки, эта часть Камчатки, она уникальна по многим параметрам, но, мне кажется, именно здесь мы должны еще два принципа развития туризма реализовать. Первый – это сделать туризм доступный для жителей Камчатки, и для этого мы в этом году уже должны возобновить регулярные перелеты самолетом, которые существенно дешевле, чем вертолет будет, возможность проживания в поселках, с тем, чтобы Курильское озеро можно было посетить в гораздо более доступным с точки зрения ценового диапазона и, так скажем, глубоким с точки зрения временных параметров формате. А второй – это вовлечь самих жителей в туризм, потому что, конечно, очень важно, чтобы наши люди были включены в этот процесс не как зрителей со стороны, а как активные творцы туристического продукта. Я хотел оттолкнуться от этой темы. Все мы знаем, что на Курильском озере знаменитая популяция медведей взаимосвязь с живой экосистемой нерки, но есть еще один символ, не такой, может быть, известный далеко за пределами Камчатки, но еще более, не менее такой интересный. Это наши морские млекопитающие, очень симпатичные животные, очень любознательные, интересные, при этом редкие, играющие важную роль в экосистеме и обитающие в непосредственной близости от нас. Опять же, осенью, после того, как случилось экологическое происшествие, особое внимание мы уделяем их популяции, поскольку они находятся тоже под ударом ввиду того, что часть пищевой цепи пострадала. И появляется целый ряд массовых общественных инициатив для того, чтобы их освобождать от сетей, от тех угрожающих предметов, которые в природе благодаря человеку появляются. Несколько десятков тысяч человек подписало. Я сейчас разбираюсь во всех нюансах и хотел попросить тоже рассказать, как вы видите вот эту работу, связанную с сохранением морских зверей, что здесь самое важное и какие может быть практические рекомендации нашим жителям и туристам, которые хотят посмотреть и пообщаться с ними, но при этом и помочь этим замечательным животным. Чтобы показать картинку, их не так уж и много, этих морских мегапитающих, и вроде как мы знаем, что по всему охотоморскому по этой области от Сахалина до Камчатки в сети в различные пластиковые препятствия попадают от одного до двадцати штук. В принципе, это вроде как немного у нас больные вороны, сороки и прочее гораздо больше гибнут, но их вообще в мире немного. Если раньше на Лежбищах на острове Биллинга было 12-15 тысяч штук, сейчас 500, и вообще вся мировая популяция существенно упала, и поэтому эти 20 составляют уже существенную долю от всех живущих на нашей планете млекопитающих. Поэтому, с одной стороны, это такая чисто человеческая забота о том, чтобы по нашей вине не страдали эти гиганты, а с другой стороны, это действительно еще одна имиджевая часть, ведь люди приезжают посмотреть на этих силучий, и они приезжают в Петропавловск, зная, что это один из трех городов в мире, где они живут в бок о бок с людьми, и поэтому это еще раз становится нашим ресурсом. То есть, я опять все свожу к тому, что защищать мы должны, понимая, зачем мы это делаем, за тем, чтобы мы могли с детьми после их урока в школе пойти и посмотреть не на картинку, не на фотографию, а на настоящего живого зверя, обсудив, как с ним быть. Но они не сопоставимы с нами ни по весу, ни по размерам. В чем сложность с тем, чтобы его распутать? Это тонна, которая в воде вроде как очень активно плавает, пока живет. Если он засыпает, и у него останавливается вот это непроизвольное дыхание, то он может утонуть. И он начинает потихонечку погружаться. Поэтому после усыпления надо проследить за тем, чтобы он оказался над водой. Соответственно, требуется еще один человек. Его еще в одну сеть нужно. Да, то есть один человек его усыпляет, еще двое контролирует, чтобы он не утонул. Более того, усыпив такую тушу, опять же, это тонна, к тому же, это жир, это мышцы, и очень сложная система кровообращения, позволяющая ему нырять на огромные глубины. И поэтому все очень медленно. Поэтому, когда мы его усыпили, его еще разбудить надо. То есть, надо еще сделать инъекцию, для того, чтобы привести его в чувство, после чего, удостоверившись, что он поплывет дальше, уже отойти. К чему я все это рассказываю? Если мы это просто оставим на добровольцев, ничего не получится. Мне кажется, что если бы удалось создать некую службу по охране великопитающих, это такая исключительная ситуация, она актуальна действительно для Петропавловска, Невельска, на Сахалине и, может, Сан-Франциско. То есть, это, ну, маленечко акт доброй воли, но служба, которая могла бы принять информацию о пострадавшем животном от проходящих судов, от МЧС, от службы 112, условно говоря. У этой службы задачка какая? Не просто по первому же зову садиться в лодке и куда-то ехать, а собирать эту информацию и передавать их туда, садивание связей нам сейчас вполне под силом, оно не требует каких-то очень больших, опять же, вложений, но если человек, турист, проплывающий на катере, видит нерпу, не обязательно же Севыча, у нас же еще и другие тюлени живут. Калана. Нерпу. Или калана, это вообще здорово. Мало того, что он его будет фотографировать, если он увидел, что он страдает, куда ему звонить? Куда? 030, 020, то есть, правда, где? Где тот сборщик информации, который мог бы хоть как-то отреагировать? Это и АТИК, это и природоохранные организации, можно собрать такую сеть, после чего мы можем коллегиально решить все-таки, за чей счет и на чьей базе может находиться какой-то спасотряд условный, который мог бы быть мобилизован для проведения этой работы. Я абсолютно поддерживаю службу спасения млекопитающих, я думаю, что нам нужно создавать. Единственное, я бы добавил еще, что вот одна из инициатив, которая часто обсуждается создание морских особо охраняемых природных территорий, я думаю, что она гармонично достроит. И сейчас мы прорабатываем две части, одна в бухте Русской, вот там, где лежбище большое есть, вторая в непосредственной близости от Бечевинской бухты, для того, чтобы, по крайней мере, юридический статус придать. Ну и тогда вот идея о том, что одна из особо охраняемых природных территорий, в данном случае, скорее всего, Кранотский заповедник, где есть научная составляющая, где есть специалисты по морским млекопитающим, могли бы этот функционал взять на себя, экспертный, по крайней мере. Ну а дальше, как вот саму спасательную операцию проводить, наверное, уже будем от разу к разу формировать, потому что, конечно, специальную скорую помощь держать для зверей вряд ли у нас получится, вот, но в то же время помогать, конечно, мы им должны. Проиллюстрировать технологии будущего на Камчатке можно. Я знаю, что вы сейчас рассчитываете это делать в центре Айкумена, который будет создаваться. Вот как продемонстрировать и какая здесь ниша, ну и для туристов, и для наших жителей, может существовать по практической демонстрации того, что возможно, а что пока делать не надо. Айкумена была создана и разработывается для того, чтобы из всех возможных вариантов развития человека выбрать те, которые годятся для Камчатки и позволят ее, их тиражировать. То есть, например, если мы говорим про солнечную энергетику, про солнечные панели, мы можем их сюда привезти и привозят, и, в общем, на Камчатке их уже много, но очень много жалоб на то, что они не работают, на то, что они работают недолго. Когда мы начинаем с этим разбираться, общаться со специалистами, оказывается, все дело не в том, что они не годятся для Камчатки. Оказывается, они должны быть встроены в чуть-чуть более сложные системы, чуть-чуть более, даже сложные, не технологические, а многокомпонентные системы. И тогда они будут работать долго и надежно, и с учетом того, что Камчатка обладает той или иной инсоляцией, еще чем-нибудь, еще добавляются какие-то нюансы. То есть, да, как их правильно ставить. Вот эта адаптация, это привнесение на Камчатку тех технологических зерен, которые сейчас во всем мире прорастают, это наша основная задача. И тут же не просто у себя там внедрить и пользоваться, а тут же показать. Условно говоря, если мы поставим маленький балок вот сейчас на территории Айкумены, мгновенно он обрастет приборами, которые будут показывать его нулевую эффективность. И каждая новая вещь, всевозможные рекуператоры, всевозможные солнечные накопители, всевозможные теплообменники с землей, они все будут превращаться в цифры энергоэффективности этого пусть даже туристического балка, который в какой-то момент мы сможем сказать показать все как пример, как эталон. Для Камчатки вот такие-то показатели дает вот такая-то технология, после чего ее можно будет ставить. То есть это не только демонстрация, но и исследование в каком-то смысле? Несомненно, поскольку Камчатка своеобразная, любое место своеобразное. И человечество растет таким сейчас мощным фронтом, осваивает различные технологические рубежи, но никто ничего не делал на Камчатке, поэтому надо измерять, надо смотреть. У нас снега больше, чем обычно, у нас воды больше, чем обычно, но зато это и плюс, это хорошо обводненные грунты, в которых, соответственно, идет лучший теплообмен для тех же самых тепловых насосов. Но если даже они хорошо показали себя в Германии... Не факт, что сработают на Камчатке. А самое главное, что они сработают только если мы, условно говоря, настроим их так, как надо, а потом поможем настроить их в Палане, в Узбольшерецке, в Октябрьском. Когда можно будет уже приехать, посмотреть? Ну, этим летом мы занимаемся очень важной, необходимой частью работ, это эколога, географическое обследование территории. Прежде чем, хоть что-то туда ставить, хоть хотя бы первый столб вкапывать, надо понять, чем мы располагаем, какими ресурсами, какими угрозами. Где идут грунтовые воды, какие сообщества у нас есть, растения, как устроены эти почвы, какая там снеговая нагрузка. Первый год идет на исследование, но нам стоять долго нельзя, поэтому в этом же году мы уже будем силами волонтеров наводить там порядок в смысле утилизации мусора. Это тоже случай, который надо рассмотреть. Что делать со строительным мусором? Превращать его в щебень или превращать в искусственный рельеф, или на его базе построить вертикальную ферму и так далее, и так далее. Это будем тоже обсуждать, строить. И я думаю, что к концу лета уже горожане смогут туда приехать и полюбопытствовать, что человек уже может делать на территории, затронутой человеком, рядышком с человеком, который эту территорию делает богаче, чем если бы его там не было. Будем на осень настраиваться и ехать, помогать Айкумине развиваться. Мне кажется, самое важное будет, если не просто любопытствовать будут приезжать, но еще и делать вклад. Я хочу поблагодарить Игорь Борисович за беседу. Мне кажется, очень интересная она получилась. Я много для себя подчеркнул и хотел подытожить. Я две вещи для себя самые главные сформулировал. Первое, то, что для того, чтобы учить приезжающих к нам туристов, людей, интересующихся Камчаткой, экологическому мышлению, нам нужно сначала научиться ему самим. Ну и второе, для меня самое важное, что сформировать это самое экологическое мышление можно только на основе действия. Невозможно, сидя на диване и смотря телевизор и даже познавательные ролики про экологическое мышление, его начать практиковать. Нужно выйти из дома и активно начать действовать в части экологии, приводя в порядок территории Айкумина, защищая природу, когда мы находимся на наших излюбленных точках вблизи города или практикуя раздельный сбор мусора, помогая специалистам спасать морских млекопитающих от тех угроз, которые им несут. И здесь мне кажется очень важно нам всем в это включиться, но особенно важно конечно в школах это пропагандировать нашим детям вот этот активный деятельность по защите окружающей среды и тогда действительно вот эта возможность Камчатки сыграть ведущую в мире роль по формированию экологического мышления будет выполнена и мы сделаем не только Камчатку и не только Россию, а весь мир чище, лучше и более здоровым. Хочется это нам пожелать и поблагодарить за Робесина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok